всем привет друзья с вами саша и слава и мы в саратов и это новый город для наших выпусков но отнюдь не чужой для баскетбола и сюда нас привела мега крутая спортивная афиша суперфинал школьной баскетбольной лиги кэп баскет мы застали заключительный игровой день суперфиналов но надо сказать что концепция проведения выходит далеко за пределы обычных соревнований и все что его сопровождать тоже с приставкой супер только представьте что вмещает себя неделя на суперфинале мастер-классы титулованных российских баскетболистов прямые трансляции фотографии с каждого матча ежедневные студии конкурс индивидуального мастерства чествование выпускников лиги экскурсии по городу посещения матчей дина лиги втб мерч уникальные награды еще много-много всего мастер-классы 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 что выберешь изучать период правления петра первого или играть баски а если вдруг будешь сидеть на передачу кто хочет стать миллионером и тем попадется вопрос про петра первого что будешь делать попытаюсь помнить о том как играл баскет да и тому чему на историю научили школе нравится история а какие предметы нравятся школе математика информатика классный учитель привет что выберешь решать уравнение по алгебре или играть баски играть баскетбол а если вдруг тебе понадобится ехать путешествие и на будет просчитать как выгоднее там самолетом машина или поездом чтобы ждать буду дальше сам догадываться как будет выгоднее делать баскет не поможет но какая разница это все равно но для меня это как получше чем уравнение в математике а какой предмет правится в школе физкультура и китайский язык китайский китайский скажи чем по китайски и хао и я знаю чем сложнее например как тебя зовут вводила одели что выберешь решать задачи по физике для играть баски конечно же играть баскет какая физика а если вдруг на тебя будет бежать огромный 11 классника тебе нужно будет просчитать насколько критично его масса ты пропустил урок физики так я же сам 11 классе какая физика я что-то сама один спастик это не такой крупный но это так кажется на самом деле я копия сколько крупный что выберешь изучать обожили играть баски играть баскетбол а если в лесу заблудишься потеряешься баскетбол не поможет что делать я не попаду в лес почему а зачем мне находить я лучше баскетбол б 시간 который будет смотреть что выберешь изучать обожили играть баскет играть баскет а ты изучать ой жили играть баски играть баска если вдруг поедете домой уже не саратова пачки сарата или поедете домой на поезде ни там выйдите заблудитесь джинсу что будете делать Да нас поезд не ходит. Хорошо, если вы окажетесь в лесу просто. Что будете делать? Вы же не изучали ОБЖ, играли в баскет. А, вы? Импровизировать. Мне надо учить ОБЖ. Но баскет бросать тоже нельзя. Нравится в школе вообще какой-то пример? Ну, я отличница, иду на золотую медаль, да. И играешь в баскет? Конечно. Как ты это успеваешь? Чем более насыщенные дни, чем больше у тебя дел, тем интереснее жить, я так считаю. Это мое кредо. А какой предмет самый любимый? Наверное, английский язык. Из-за чего? Из-за того, что крутой учитель или просто, в принципе, нравится? Ну, вообще, мне кажется, все равно учитель играет большую роль в том, чтобы привить интерес к предмету своему. А в баскете какие успехи? Ну, в баскетболе я уже, наверное, со второго класса. И я тоже считаю в этом огромная прям работа моего тренера. Потому что изначально я хотела заниматься волейболом. Меня заманили на баскетбол обманом. Но после первой уже тренировки я влюбилась в этот вид спорта. И я в нем по сей день, я прям кайфую от каждой тренировки. А как обманом заманили? Что, сказали, идем на физику или что? Нет, мне сказали. Мама говорит, ну, мне позвонил тренер, иди сходи, там вроде на волейбол тебя приглашают. Я говорю, мама, я об этом мечтала всю жизнь. Я прихожу, там баскетбол. Ну, думаю, ну ладно, схожу, что еще. И тренер прям провел колоссальную работу. Он у нас очень классный. Светлана Евгеньевна, спасибо вам большое. Я вас люблю. И Сергей Антонович, и Натальей Григорьевной. Вы самые лучшие тренеры в мире. И Сергей Антонович, и Наталья Григорьевна. Как ты можешь описать суперфинал, как мероприятие в целом, учитывая всю неделю, которую вы здесь провели? Было очень круто, мне очень понравилось, очень грустно уезжать отсюда. Тут все, в принципе, так красочно, весело. Что лучше всего получилось? Ну, мне кажется, организация турнира, потому что я сам как игрок. Ну, у нас все устраивает, весь турнир, все как это устроено. Единственное то, что, ну, залы, кольца, где разные, а остальное все хорошо. И оформление, все. Аплогримы. Да. Все, что вы нанесли на самом деле. Да. Такие крутые персонажи, как медведи. Мы тигры из Кали ходили, сфоткались в итоге. Скажи, удается ли взрослым организаторам угадывать ваши желания делать по-настоящему классные события? Да. В чем это выражается? Ну, как вот открытие, например. Очень круто было, мне понравилось. Торт большой был, очень круто, короче, было. Там 50 килограмм торта было. Ну, в последний день приехали, но торт был в первый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насколько сложным был путь к финалу? Ну, мы готовились к этой игре и представляли, что... Поэтому, да, было трудно, но мы с девчонками справились. Ну, даже не осознаешь еще, наверное. Может быть, потом придет все знание. Думала ли ты в самом начале, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учителя знают, что ты занимаешься, как относятся к этому увлечению? Ну, все в школе знают, что мы занимаемся, и к нам очень хорошо относятся все учителя, и одноклассники, и в целом, все школы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, приятно было увидеть все своих друзей, ребят, с которыми мы играли в одной команде, легенд, и с ними провести это время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется поздравить Кэсбаскет с таким великолепным событием, завершением сезона. Действительно, это венец соревнования, когда уже лучшие регионы здесь собраны, и мы уже увидели финал девушек. Буквально через минуту нас ждет финал парней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полное ощущение, что в Кэсбаскете не существуют проблемы поколений. Как удается вот с командами, со школьниками оставаться все это время на одной волне? Ну, наверное, они нас подзаряжают. Получается, что общение с ними нам дает вот эту энергию, да, вот это как бы стремление, любовь к жизни. Хотя мы и так любим, да, ее. Но здесь с ними, когда находишься в этой атмосфере, вращаешься, то есть ты наполняешься, мы им даем свои опыты, да, как говорится, а они нам возвращают вот эту вот какую-то энергию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После этого матча можно карьеру заканчивать, да? Лучших игроков ты уже не посудишь. Это точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, видимо, скоро увидим. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И интересно. И results ко Nico? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иuri! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть в мире магия посильнее магии Петра Самойтинга. Это Сергей Фану, спиной к кольцу застоком от пола. Боже мой! Я думал, я видел все, но нет. Обычная школьная лига за годы превратилась в настоящую вселенную Кэс Баскет. Мы смотрим в любой угол площадки, на каждого зрителя, и каждый себя идентифицирует с лигой. У каждого есть мерч. В чем феномен Кэс Баскета, который одинаково успешно заходит и в городские школы, и в сельские школы? Фантастика! Другого слова не могу подобрать. Только давайте вспомним, какие преграды не только Кэс, но и все мы проходили. Эти проекты прошли огонь, воду, медных труб еще не было, но вот огонь и воду прошли, выжили. Система работает. Работает настолько высококлассно. Ведь это ведь здесь красиво. Основная работа Кэс Баскет – зайдите в маленькую школу в Кирове или в каком-то другом регионе, не в центре, и вы там найдете Кэс Баскет и людей, которые любят баскетбол. Я помню финалы приезжали из маленького села, где вместо библиотеки делали зал и выигрывали. Ничего себе! А вот их история, когда они следят. Кто в седьмом-восьмом году пришел в Кэс Баскет, у них есть такой проект «Жить после Кэс». Вообще фантастика! Они не теряют даже, когда люди взрослеют у них. Я их люблю безумно. Очень гордюсь, что был в начале этого пути. Единая лига ВТБ безумно любит Кэс. Сергей Борисович Иванов безумно любит Кэс. Мы все вам большой-большой поцелуй, обнимашки, мячики. Ну а вот это, где это наши руки-ноги, это просто большое спасибо за 15 лет. Люблю, ценю, уважаю. Коу-баскет! Коу-баскет! А что говорят другие учителя по поводу твоего увлечения баскетболом? Например, учитель математики. Учитель математики. Я уехала на первый день суперфинала, и в первый день суперфинала мой папа ходил к директору, потому что учитель математики очень плохо относится к моим соревнованиям. Что говори? Ну, говори то, что ты выбрала спорт, и это неправильно, и надо ходить хоть на уроки математики, а я в основном всегда на соревнованиях. А что в школе думают по поводу твоего увлечения баскетом? Думают, что я какой-то там очень хороший игрок, но на самом деле это не так. У меня классный руководитель, учитель физкультуры, который тоже играл в баскетбол, поэтому она меня всегда поддерживает, помогает и одобряет то, что мы занимаемся этим видом спорта. Ну, некоторые поддерживают, некоторые думают, что мешают в школе. У меня нет проблем с предметом. Вообще, ни по какому предмету. И учишься классно, и баскет играешь. Да, да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это ваш первый финал. На старте сезона были мысли вообще оказаться здесь? Да, наша задача была пройти не только в тройку, а сразу зайти до финала. На табло было написано, что 11 тысяч школ. Каково это чувствовать себя одним лучшим из 11 тысяч? У меня, честно, нету слов. Нету слов. Первый раз такое. За счет каких качеств вы нашли до финала? Характер. Характер. Только характер. После этой победы можно сказать, что вы самые известные люди Киселевска. Да. Нас будут помнить долго. Мы это знаем. Суперфинал. Команда организаторов отдала все силы, чтобы сделать эту неделю незабываемой. Из Саратова увезут не только награды. Каждый заберет с собой частичку необъятного сердца Кэсбаскет. И это, пожалуй, самое ценное приобретение. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»